приветствую друзья с каждым днем все больше людей жалуются на проблемы с мозговой деятельностью на все возрастающую рассеянность то есть невозможность концентрировать свое внимание собираться с мыслями для решения каких-то задач на сложности с запоминанием информации на физическую невозможность читать большие тексты не говоря уже про книги что с нами происходит мы деградируем именно об этом сегодняшнее видео вы заметили что даже дети сейчас ничего уже не могут сделать без смартфона без интернета чуть что они сразу лезут в google интернет заменил им память смартфон таблиц умножения всюду используют веб-сервис впрочем не только дети в современном мире абсолютное большинство людей используют телефоны везде во время поездок на общественном транспорте на обеде в кафе гуляя на улице но делает ли это жизнь людей комфортнее ученые давно выяснили что использование смартфона не снижает уровень стресса скорее наоборот телефоны повышает тревожность человека и вгоняет в стресс патологии которые возникают психики здорового человека при использовании гаджетов огромное количество но сейчас мы рассмотрим самые яркие примеры и на первом месте рассеянное внимание как бы человек сильно не хотел воспринимать информацию одновременно используя смартфон это сделать невозможно часть внимания переходит в телефон не давая сконцентрироваться на любой другой задачи если же телефон просто лежит рядом он отвлекает своими вибрациями пуш уведомлениями вечными комментариями в соцсетях второе деградация личности несмотря на то что устройство можно использовать для прокачки себя изучение языка чтению книг и многим другим вещам в 90 процентах случаев он используется для общения просмотра картинок и игр замкнутый круг из получения новых уровней и кликов лайков в соцсетях неоспоримо убивает и развитие человека 3 бессонница перед тем как лечь в кровать человек берет в руки смартфон ему кажется что телефон успокоит его расслабит и поможет уснуть но телефоны лишь заставляет нас сконцентрировать внимание и сосредоточиться время нахождения смартфоне проходит незаметно поэтому если человек планировал лечь уже 10 уснет он только к 11 а то и к 12 ночи четвертое снижение умственных способностей смартфоны могут привести к ограниченной атрофии головного мозга постоянный поиск информации через интернет ведет к тому что человек уже не хочет что-либо запоминать то есть теряется способность к обучаемости об этом знает многие преподаватели которые каждый день работают с учениками и студентами интересный факт еще в 2008 году было известно что среднестатистический пользователь интернета прочитывает не более 20 процентов текста размещенного на странице и всячески избегает больших абзацев более того специальные исследования показали что человек постоянно подключены к сети текст не читает а сканирует как робот выхватывает отовсюду разрозненные куски данных постоянно перескакивает с одного места на другое а информацию оценивает исключительно с позиции поделиться в ходе исследований выяснилось что страницы в интернете как уже говорилось не читается а бегло просматриваются по шаблону напоминающему латинскую букву f пользователь сначала считывает несколько первых строк текстового содержания страницы иногда даже полностью от начала до конца затем перескакивает на середину страницы где считывает еще несколько строк как правило уже лишь частично не дочитывая строки до конца а затем быстро спускается к самому низу страницы посмотреть чем дело кончилось поэтому наиболее эффективным способом подачи информации рядовому интернет пользователю является отображение информации в виде перевернутой пирамиды то есть согласно принципу чем ниже тем меньше с обязательным выделением ключевых слов чтобы потребители информации понимали что важно а что не очень и раскрытием не более одной мысли за абзац только так можно задержать внимание на странице максимально долго если же по мере спуска вниз по странице плотность информации не убывает или того хуже увеличивается как например в некоторых статьях то на таких страницах задерживаются лишь единицы на проблемы с восприятием информации жалуются люди всех рангов и специальностей от высоко квалифицированных университетских профессоров до сервисных работников по обслуживанию стиральных машин подобные жалобы можно особенно часто услышать в академической среде от тех кто по роду деятельности вынужден плотно ежедневно общаться с людьми обучать читать лекции принимать экзамены и так далее они сообщают что и без того низкий уровень навыков чтения и восприятия информации у тех с кем им приходится работать год от года падает все ниже и ниже друзья как вы видите человечество фактически стоит на краю пропасти и только от нас зависит примем этот вызов или нет начнем ли разумно использовать технологии которые дали нам огромную скорость передачи и обработки информации пока что наблюдается обратный эффект пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а также ставьте пальцы вверх если понравилось видео и конечно же подписывайтесь на канал всем пока